В самой же Беларуси, особенно в приграничных областях, бензин и дизель сейчас очень востребованы. Их в буквальном смысле сметают граждане соседней Литвы. Почему, попыталась понять наш корреспондент в Минске Елизавета Проявенко. Пустые полки магазинов. И эта унылая картинка не из 90-х. Это литовские города и веси сегодня. Литва. Одна из первых объявила санкции против Беларуси. А теперь вот с недюжинным аппетитом кормится на недружественной им стороне. У самих ни белорусского, ни российского. Днем с огнем не сыскать. Все из-за тех же санкций. В приграничных магазинах ажиотаж. Ничего личного. Один лишь хлеб насущный. Жена попросила купить. Ну, взял хлеб вкусный. Ну, все по мелочи. Фасоль, гречка. О, гречка пропала вообще. Ну, так вот, для семьи. Соль, сахар, масло растительное, мука пшеничная. Все полезно, что в багажник пролезло. 110 килограмм, 115, 120. Как у кого есть финансы. Это уже началось с 1 марта. Да, уже пошли. Литовцы, которые приезжают к росту, они как-то добрали. В самой стране инфляция растет с каждым днем. А вот подешевевший белорусский рубль открывает невиданные возможности. Похлеще любой распродажи. Например, на муке в три раза экономишь, на масле в два. Даже соль ощутимо дешевле. И на сахар сладкая цена. Выгодно, потому что здесь дешевле получают. Доллар, евро пошел в Белоруссии. Самый востребованный товар – автомобильное топливо. Цены втрое дешевле, чем в той же Литве. А там за последнюю неделю, наоборот, удорожание на четверть. Было сразу евро 20, потом евро 40. Ну, как-то по 20 копеек. Все, сейчас почти два. Все едут из-за топлива, большинство. Не из-за того, что, во-первых, евро поднялся. Сейчас очень выгодно. Здесь, можно сказать, за копейки берешь. Раз приехал к матери, то должен заправить уже. Ну, очень подорожавши. Как бы до двух евро доходится. Ради таких удачных закупок власти Литвы приостановили даже коронавирусное ограничение. Теперь по возвращении на родину гражданам не нужно сидеть на недельном карантине. Хоть завтра. Выезжай на новый гастрономический шопинг к соседу. Елизавета Проявенко, Глеб Стерхов, Алексей Агейенко. Программа «Вместе» Беларусь. Беларусь.